Добрый день, уважаемые коллеги. Приветствую вас на 42-м заседании Центральной избирательной комиссии ГГУЗИ от 6 августа 2021 года. Секретарь, доложите о яхте, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня на 42-м заседании Центральной избирательной комиссии ГГУЗИ из 9 утвержденных членов присутствует 8. Кворум есть. Спасибо. Переходим к повестке. Сегодня у нас в повестке 10 вопросов. Первый вопрос о результатах проверки подписных листов претендентов, подавших документы для регистрации 2 и 3 августа. Второй вопрос о регистрации кандидатов депутата Народного собрания претендентов, подавших документы для регистрации 2 и 3 августа. Третий вопрос о регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на должность депутата Народного собрания ГГУЗИ по состоянию на 15.00. Четвертый вопрос о рассмотрении заявлений господина Ксаева на регистрации казначея. Пятый вопрос о рассмотрении заявления госпожи Нидиалко Колына Оксана о регистрации Казначея. Шестой вопрос о рассмотрении заявления госпожи Масниковой Анны о регистрации Казначея. Седьмой вопрос о рассмотрении заявления господина Чеботарь Вячеслава о регистрации Казначея. О рассмотрении заявления госпожи Михальчук Натальи о регистрации Казначея. Девятый вопрос о рассмотрении заявления господина Мазать Сергея о регистрации Казначея. Десятый вопрос об исправлении технической ошибки. Уважаемые коллеги, если у кого-то есть еще предложение по данной повестке, прошу вас. Да, коллеги, у меня есть еще один дополнительный вопрос. Я предлагаю на рассмотрение заявление господина Коса Валерия Федоровича о регистрации Казначея. Еще вопросы будут дополнительные? Ставлю на голосование дополнительный вопрос. Кто за, чтобы включить его в повестку дня, прошу голосовать. Включается. Спасибо. Кто за повестку в целом, уважаемые коллеги, прошу проголосовать. Еще кто-то не голосовал. Спасибо. Повестка подтверждена. Сделаем все вопросы. Мы переходим непосредственно к рассмотрению. Первый вопрос. По результатам проверки подписных листов в поддержку претендентов, кандидатов, депутатов Народного собрания Грузии. В соответствии со статьей 18, 42 и 43 и 79 избирательного кодекса, Центральная избирательная комиссия постановляет утвердить протокол о результатах проверки подписных листов в поддержку претендентов, кандидатов, депутатов, последующих избирательным округам. Ковратский избирательный округ номер 4 Чешмиджи Ивана Константиновича признать действительными 127 подписей. По Чедрилонскому избирательному округу номер 7 Ёрченко Елена Анатольевна признать действительными 143 подписей. По Бежгенскому избирательному округу номер 14 Горбулы Валерий Семенович признать действительными 149 подписей. По Казаклийскому избирательному округу номер 24 Калагу Дмитрия Васильевича признать действительными 149 подписей. и по Светловскому избирательному округу номер 34 у Ниловского Руслана признать действительными 143 подписи. Также предлагается проинформировать претендентов кандидатов кандидатов депутата Народного собрания в ГУДИ по вышеуказанным избирательным округам. По результатам проверки представлены в химии подписных листов с объявлением общества числа лиц, включенных в подписные листы и количество подписей, признанных действительными. Настоящее постановление вступает в силу за дня принятия, публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии. И может быть обжаловано в течение трех дней со дня принятия и без соблюдения предварительной процедуры в апелляционной палату Камрад. У кого есть, уважаемые коллеги из вас, предложение либо дополнение к данному постановлению? Ставлено голосование. Кто за? Следующий вопрос. Постановление о регистрации кандидатов депутата Народного собрания в ГУДИ. Проверив документы, представленные претендентами в кандидатах депутата Народного собрания, подавшие документы для регистрации в период со 2 по 3 июля... В период со 2 по 3 августа... В руководстве статьи 18, 42, 43, 44, 79 избирательного кодекса, номер 60 и 31 июля 2015 года, Наталья избирательная комиссия постановляет зарегистрировать в качестве кандидата депутата Народного собрания и следующих претендентов. Камрадский избирательного круга номер 4, Чешмиджи Иван Константинович, Чедрунский избирательного круга номер 7, Юрченко Елена Анатольевна, Беждевский избирательного круга номер 14, Горбалы Валерий Семенович, Казаклийский избирательного круга номер 24, Калак Дмитрий Васильевич, Светловский избирательного круга номер 34, Униловский Руслан Петрович. Не позднее, 11 августа, будет зарегистрированным кандидатом удостоверение кандидата к депутату Народного собрания в ГУЗ и установленного образца. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии и может быть обжаловано в течение трех дней со дня принятия без соблюдения предварительной процедуры в апелляционную палату Камрад. Предложения будут? Дополнения какие-то? Если нет, ставлю на голосование. Единогласно, против нет, вытяжавшихся нет. Следующий вопрос постановления о регистрации инициативных групп в поддержку кандидатов на должность депутата Народного собрания. Посмотрев заявление о регистрации инициативных групп, поданные 6 августа 2021 года по состоянию на 15-м, Центральная избирательная комиссия установила, что процедуры по выдвижению кандидатов на должность депутата Народного собрания по соответствующему избирательному округу и по образованию. Инициативные группы были осуществлены соблюдением установленных в этом отношении требований избирательного кодекса ГГУЗИ. В руководстве ст. 18 пункта 1, ст. 26, ст. 41, 43, 76 и 78 избирательного кодекса ГГУЗИ, а также положением об особенностях выдвижения и регистрации кандидатов на выборах Народного собрания ГГУЗИ, утвержденных в установлении Центральной избирательной комиссии, номер 4, дробь 1, 2 марта 2021 года, с последующими изменениями, Центральная избирательная комиссия постановляет. Зарегистрировать инициативные группы по сбору подписей в поддержку кандидатов на должность депутата Народного собрания по соответствующим избирательным округам. По избирательному округу номер 12, села Баурчин, Тукан, Надежда Николаевна в количестве 5 человек и по избирательному округу номер 18, села Дизгин, Жак, Арсамон, Дмитрий Сипанович, в количестве 3 человек в приложении указан список членов инициативной группы со всеми необходимыми данными. Также предлагается выдать руководителю и членов инициативной группы удостоверения и подписные листы для сбора подписей в поддержку кандидатов на должность депутата Народного собрания ГГУЗИ. И настоящее постановление наступает в силу со дня принятия, публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии и может быть обжален в течение трех дней со дня принятия без соблюдения предварительной процедуры в апелляционную палату Камурат. Уважаемые коллеги, дополнение, предложение по данному постановлению. Если нет, ставлю на голосование. Спасибо. Все документы поданы в соответствии с требованиями избирательного кодекса. Предложения будут по данному вопросу? Ставлю на голосование. Единогласно. Против нет, воздержавшихся нет. Следующий вопрос постановление о рассмотрении заявлений Диалко Калына Оксана регистрации и финансово-представителя, так же, как начали рассмотреть заявление кандидата на должность депутата Народного собрания ГГУЗИ по Тамайскому избирательному округу номер 35 госпожи Нидиалко Калына Оксана. Предлагается зарегистрировать господина Владимира Дмитриевича в качестве финансово-представителя казначея кандидата на должность депутата Народного собрания ГГУЗИ по Тамайскому избирательному округу номер 35 госпожи Нидиалко Калына Оксана Ивановна. Заявление было предоставлено кандидатам, а так же по паспорту финансово-представителя. Кто за данное постановление, уважаемые коллеги, ставлено голосование. Единогласно, спасибо. Следующий вопрос о рассмотрении заявления Масленниковой Анны. Рассмотрев заявление кандидата на должность депутата Народного собрания по Чакмайданскому избирательному округу номер 17 госпожи Масленниковой Анны, предлагается зарегистрировать госпожу Озболчик Надежду Константиновну в качестве финансово-представителя кандидата на должность Народного собрания ГГУЗИ по Чакмайданскому избирательному округу номер 17 госпожи Масленниковой Анны Федоровны. Также были предоставлены необходимые документы для регистрации казначея. Уважаемые коллеги, если нет дополнений каких-либо, ставлю на голосование. Единогласно спасибо. Следующее постановление о рассмотрении заявления Чеботарь о регистрации финансового представителя. Рассмотрев заявление кандидата на должность депутата Народного собрания Гвозии по Гайдарскому избирательному округу номер 22, господина Чеботарь, предлагается зарегистрировать госпожу Чеботарь Валентину Степановну в качестве финансового представителя казначея кандидата на должность депутата Народного собрания по Гайдарскому избирательному округу номер 22, господина Чеботарь Вячеслава Андреевича. Также им были соблюдены требования для регистрации казначея, была предоставлена ксерокопия паспорта, а также заявление о регистрации финансового представителя. Если нет дополнений по данному вопросу, уставлено голосование. Спасибо. Переходим к следующему вопросу. Постановление о рассмотрении заявления Михальчук Натальи Михайловны. Предлагается зарегистрировать госпожу Чавак Екатерину Николаевну в качестве финансового представителя казначея кандидата на должность депутата Народного собрания ГАУЗИ по Чудрилунскому избирательному округу номер 5 госпожа Михальчук Наталья Михайловна. Документы были поданы в соответствии с требованиями избирательного кодекса, ксерокопия паспорта, а также заявления кандидата. Дополнения? Предложения какие-либо будут? Оставлено голосование. Единогласно спасибо. Следующий вопрос. Постановление о рассмотрении заявления МАЗАД Сергея Александровича о регистрации финансового представителя. Рассмотрев заявление кандидата на должность депутата Народного собрания по Италийскому избирательному округу номер 20 господина МАЗАД Сергея Александровича, предлагается зарегистрировать господина Каранфил Анатолия Владимировича в качестве финансового представителя комитета кандидата на должность депутата Народного собрания по Италийскому избирательному округу номер 20 господина МАЗАД Сергея Александровича. Также данным кандидатам были соблюдены требования, предусмотренные избирательным законодательством. Если нет вопросов, вставлено голосование на данное постановление. Алексей. По внесению изменений в положение составления, администрирования, распределения и дополнения списков избирателей, а также в постановлении Центра избирательной комиссии номер 30-4 о регистрации избирательного блока коммунистов и социалистов и избирательного символа в соответствии с частью 2 статьи 18 избирательного кодекса от 31 июля 2015 года частей 1-3 статьи 131 административного кодекса Республики Молдова номер 16 июля 2018 года. Вступившийся с 1 апреля 2019 года Центральная избирательная комиссия ГГУЗИ постановляет исправить технические ошибки в постановлении Центральной избирательной комиссии номер 30-3 о внесении изменений в положение по составлению, администрированию, распределению и дополнению списков избирателей и постановлении ЦИК номер 30-4 по регистрации избирательного блока коммунистов и социалистов и избирательного символа указав вместо даты 19-го года. 21 июля 2021 год, дату 20 июля 2021 год. Установить, что посредством исправления не изменяются правовые последствия вышеуказанных административных актов. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии и может быть обжаловано в течение трех дней со дня принятия без соблюдения предварительной процедуры в апелляционную палату Камрад. Уважаемые коллеги, какие будут дополнения по данному постановлению? Поставлено голосование. Поставлено голосование. За 5, воздержавшихся 3. Вопрос по постановлению принято. Переходим к следующему дополнительному вопросу, который был сегодня дополнен повесткой. 11 вопрос о рассмотрении заявления господина Каса Валерия Федоровича. Предлагается зарегистрировать госпожу Болгара Марию Георгиевну в качестве финансового представителя Казначея, кандидата на должность депутата Народного собрания Грузии по Камрадскому избирательному округу номер 1 господина Каса Валерия Федоровича. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и публикуется на официальном сайте Центральной избирательной комиссии и может быть обжаловано в течение трех дней со дня принятия без соблюдения предварительной процедуры в апелляционную палату Камрад. Также господином Каса Валерия Федоровичем были соблюдены все требования касаемо запроса о регистрации Казначея. Если нет вопросов по данному постановлению, ставлено голосование. Единогласно против Нердлитс Раштинга. Уважаемые коллеги, на этом заседание объявляю закрытым, повестка исчерпана. Всем спасибо за работу.